В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Профильтровать базар. Эта неделя для Самара знаменовалась знаковыми кадровыми перестановками, причем в одном из ключевых департаментов потребительского рынка и услуг. Всю верхушку ведомства глава администрации Самара Олег Фурсов отправил в отставку, предварительно предложив самим покинуть свои посты. Но так как расставание с креслами затянулось, то и был подписан приказ об увольнении Вадима Кирпичникова, его зама Александра Васюкова и начальника отдела Дениса Ильина. Кроме того, со своими кабинетами предстоит распрощаться шести заместителям глав районов администрации, курирующих сферу потребительского рынка. Это касается Самарского, Железнодорожного, Промышленного, Красноглинского, Октябрьского, Советского районов. Новая команда, обещают, появится в течение двух недель, и ей, конечно, придется разгребать Авгиевы конюшни. Разбираться необходимо не только с нелегальными точками, коих осталось немало, но и с теми, кто правдами и неправдами выбил себе законные основания для торговли, но так и не научился работать цивилизованно. Полтора месяца назад я уже рассказывала про киоски, которые на основании мутной сделки ее провернули еще в 90-е, оккупировали дом номер 6 по проспекту Ленина, и теперь аборигенам жизни спокойно нет. Есть от чего расстраиваться, если под твоими окнами откровенно гадят. На другом же конце города, на пересечении Ташкентской и Карла Маркса, коммерсант, ловко приватизировавший, внимание, асфальт внутри трамвайного кольца, понаставил там свои контейнеры. Лично меня картина впечатлила. Трамвай, который крадется меж ларьков и люди, идущие прям по путям. Другой дороги-то нет. И как там еще ЧП не произошло? Чудо-то и только. Но это, увы, не единственные примеры. Не планировала я так скоро возвращаться к этой теме, но с просьбой помочь к нам в редакцию обратились жители дома номер 32 по 22-му портсъезду. Их двор взят в плотную блокаду. С одной стороны, рынок, что растянулся вдоль магазина «Кристалл» и далеко за его пределами. Трамвай нам нужен, но ограничен. Не такой, как вот сейчас. Это уже не рынок, а базар. Абсолютная санитария, грязь, мусор. Отходы от этого всего, от этого рынка. Все эти фрукты здесь гниют, овощи. С другой стороны, ночной клуб и сауна «Карамболь» в этой расписанной под хохлому двухэтажке. Себя заведение громко именует развлекательным центром. Я бы назвала его проще – «Притон». Вот примерный портрет клиента этого чудесного местечка. А ты идешь? И это еще не вечер. Драки, стрельба ко всем этим атрибутам жизни. Из них есть фильмов про «Дикий Запад». Местные уже почти привыкли. Бани, сауны, девочки, мальчики. Все там приезжают. На машинах, на такие. Хи-хи-ха-ха. Сапоги за колено. А юбка вышпупка. Юбка вышпупка. Пошли туда. Я отбываю окно и телефон туда, трубку. Милицию звоню. Все слышите? Музыка играет. Время. Ну, пятый час. Мы что, козли отпущение, что ли? Для всех. С интересами жителей не считаются ни владельцы карамболи, ни хозяева рынка. Ларечники ездят прямо по газонам, превращая их весной в непролазные траншеи. Отходы выкидывают в контейнер жителей. Действительно. Ну, зачем тратиться на вывоз мусора? Да, девушка, вы копали. Как вас снимает, будете платить штраф. А нам сюда положено. Пять тысяч не положено. Да, положено им. Им все положено. Понимаете? А нам положено нюхать. А на кого положено, да он наложен, да? Подожди, кто вам сказал? Вы скажете, что ли? Не положено. Какой руководит? Своя помойка у рынка тоже есть. Но почему-то расположена она не на его территории, что было бы логично, а прямо под носом у людей. Чувствовать селедки налей? Это ежедневное выливание сюда, в эти бочки. А это вообще запретить нужно. Селедка, помои. Да, помои. Мы просим вас убрать контейнеры. Пусть они работают и находятся на территории, отведенной арбитражным судом. Потому что так больше жить невозможно. По самому рынку, конечно, давно Роспотребнадзор плачет. Рыбу чистят чуть ли не на асфальте, шашлычная под открытым небом, точнее под деревом, которое же все обгорело. Ну и так по мелочи. Овощи на полу и неприкрытые куличи. Барышники знают, что нарушают закон, но это не тревожит их совесть. У вас есть разрешение на то, чтобы вы так поставили ящики здесь? Нет, я сам вышел сегодня, потому что Пасха, праздник. Без документов? Да. И куличи вы знаете, что вот так нельзя? Пыль летит? В принципе, да. На Самаре, слизимый. Что, да? Знаю. Вы задали вопрос, я вам ответил. И вы продолжаете так торговать? Конечно. То есть сейчас приедет полиция, вас оштрафуют? Да. Вы к этому готовы? Чудежно. Вот такой подход, да? Игра стоит свечи. Если не обляпаетесь, да. Игра стоит свечи. Нормально. Но только не в эту страстную пятницу. Вызываем полицию, которая составляет протоколы на тех, кто уютно устроился на деревянных ящиках. Да, полумера, проблему так не решишь. Тут ведь надо еще разобраться, кто и впрямь барыжничает законно, а кто под шумок. Рынок, вспоминает жителей, здесь появился еще в 90-х, постепенно заполоняя с собой весь тротуар. В 2011-м ларьки Департамент потребительских услуг пытался внести в реестр самовольно установленных объектов, что автоматически означало бы их снос. Но некая ООО РАА, прелестное название, не правда ли, вовремя подсуетилась, подало иск в арбитраж и застолбила за собой территорию. Но только рядом с домами 30 и 34. Понятно, что соблазн выйти за установленные границы настолько велик, что ему трудно не поддаться. Вот 30-й дом, а это рынок уже. От 30-го дома у них считается рынок, а вот он здесь ведет, продолжается. Уже 24-й дом, пол 24-го дома. Уже вместе с активистами сразу двух общественных организаций, Союз потребителей и Росконтроль, проверяем документы у лобазников, чьи точки визуально выходят за установленные границы. Но в лучшем случае нам показывают либо чеки, свидетельствующие о том, что администрация рынка не забывает собирать деньги за аренду, либо просроченные документы. Да и те разрешают торговлю совсем иными товарами. Для торговли непродовольственными товарами действует по 29.09.2012. То есть этот договор просрочен у нас? На три года просрочен. Он так не объяснил, он каждый месяц уплачивает. Кому? Не знаю. А сколько уплачивается? Сколько? За аренду? Да. За аренду 15 тысяч. А он чеки квитанции выдает о том, что вы? Он говорит, если что, позвоните мне. Дозвоните, да? А фамилия у Леонида есть? Там не указано? Нет, тут Шабаркин Сергей Геннадьевич какой-то, понимаете. И Косняковский Владислав Казимирович. Леонидов никаких нет. Может, кличка у него Леонид? Ну, я бы сказал Леонид. Кличка Леонид. Очень хотелось бы на этот счет переговорить с администрацией рынка. Но застать ее на месте невозможно. Позовите, значит, руководство. А если сейчас рынок начнет гореть, вы кому будете звонить? Пожарникам. Пожарникам. А хозяину рынка не надо? Будет забасурить, по милиции вызовем. Он за границей у них хозяин-то. За границей? Как, где же вы думаете? Охранники уверяют, все проблемы жителей не от рынка, а от того самого злосчастного карамболя, о котором я уже упоминала. Но теперь пришло время рассказать подробнее. Как они тут живут, я не знаю. У нас столько тут дрожат, музыка играет. В советские годы в этом здании было ателье и магазин игрушек. Теперь здесь в почете совсем иные развлечения. На первом этаже сауна, которую жители иначе как бордель не называют. Грязные притом. Их надо отмыть. Здрасте. А руководство можно ваше увидеть? Не надо меня снимать. Почему не надо вас снимать? А где ваше руководство? А почему вы меня снимаете? Нет, подождите. А что вы дверь не закрываете? Под нашим напором администратор отступает и в зору жителей открывается все то, о чем они раньше только догадывались. Вот это помещение метр на метр здесь скромно именуют комнаты отдыха. Блондинка на стене, кожаные подушки в виде сердец. Здесь позаботились о том, чтобы клиенту поднять настроение. Хочешь? Да. А что тут еще скажешь? Ну, пройдите да посмотрите. Нет у нас здесь ни проститута, ни стрельбы, ничего. Ну, наверное, пока еще не время. А что-то и есть, у нас здесь ничего нет. Ну, вам не стыдно в таком заведении работать? Нет. Почему? Не место красить человека. А что клиенты сюда приезжают отдыхать? С кем они сюда приезжают отдыхать? Я за это ответственности никак не несу. А вот тут администратор лукавит. То, что персонал сауны не просто в курсе, кто в них отдыхает, но и сами этот досуг организовывают, несложно убедиться. Достаточно прийти сюда под видом клиентов, что и делают общественники. Первое, что они встречают в пятничный вечер на пороге сауны, это неподвижное тело. Мужик живой, тогда бухой просто. Вот, человек дышит, да. Ну, ну, его что, оставлять тоже так, ну... А что он, смотрите? Человек. Клиент. Не дошел или что? Ваш постоянный, что ли? Мы отвечаем на вашу внутреннюю стою, мы не отвечаем. Я понял. Если напаруетесь, как скоты, это ваше личное дело. Я ответила на ваш вопрос. Да, да, да. Это, похоже, сама начальница сауны, которая тут же меняет гнев на милость, когда узнает, зачем пожаловали к ней гости. Девчонки, нормальные, есть у вас, привезете? Каких вам надо? Блин, ну, какие у тебя хорошенькие. Молодые, худые. Молодые. Блин, молодых, ну, не вонючек каких-то, нормальных, что ли. Мальчишки. Чего? Ну, хорошие. Вы такие интересные, вы знаете, я просто их не обнюхиваю. И по чему? Три час. Не закупка идет, нет? Нет. Чего? Да у нас через день. Чего? Если полиция бывает здесь регулярно, странно, что сауна до сих пор процветает. Ведь есть же статья «Содержание притонов» или «Систематическое предоставление помещения для занятий проституцией». Минимум, что за это грозит штраф до полумиллиона, максимум лишение свободы до пяти лет. Так что рычаги-то воздействия есть, осталось ими только воспользоваться. И не только в отношении сауны. Ночной клуб «Карамболь», что расположен этажом выше, регулярно мелькает в криминальных хрониках. То пишут в СМИ, молодежь под кайфом здесь задержат, то кого-нибудь госпитализируют с переломом носа и челюсти после драки. А то и вовсе охранников клуба заподозрят в ограблении двух мужчин, что случилось буквально накануне этого года. «Карамболь» — это, кстати, бильярдный термин в значении «удар», а в переносном устаревшем смысле употребляется слово как «скандал». Сейчас переименовался в «пиццебар». Но ребрендинг этому заведению не помог. Вечер пятницы. 17-летнему парню здесь охотно продают четыре кружки пива. В ожидании руководства клуба и полиции, которую мы немедленно вызвали вместе с активистами, «Союза потребителей Росконтроля» заглядываем на кухню. Зрелище, я вам скажу, не для слабонервных. «Костя, здесь вот, смотри, как пища». «Кухня в печальнох вообще условиях». «Да-да-да». «Реально, то есть вот на этой кухне, да, людям какую-то готовят еду». «Вот там вот форт, ну, это можно посмотреть». «Вычка». «Вычка». «О, красота». «Ну, это не просто грязь какая-то пушковая». «Нет, это мягко сказано». «Просто грязь пушковая». «Так, не снимай». «Не снимай». «Что вы делаете, девушка?» «Выидите, сам операция?» «Дом разрешил туда заходить». «Что вы делаете, я не могу сказать». «Чуть-чуть у нас собственность попадается». «Что делаете?» «Сейчас мы зубку». «Просто какая-нибудь камушечная сплошная». Вскоре появляется еще одна дама приятной наружности. Мадам отказывается назвать свое имя, заявляет лишь, что она представитель владельца здания, зато активно пытается нас выдворить. А когда угроза, что заведение закроют вместе с нами, не действует, консультируется с кем-то по телефону, затем исчезает, а через пару минут карамболь погружается в темноту. «Я думаю, на то отреагируете, проявляющий внимание. Чудесно. «Чудесно. Ну вот, да, нас как бы вот это... Мы уже проходили просто, не раз нас уже и закрывали, и свет выключали». «Мы чуть перестают быть томным». В ожидании полиции коротаем время, беседуя с охранником, с которым у нас тоже получается занимательный диалог. «Сорок минут взять, могу транспортировать». «Ну, мы дождемся, наверное, в любом случае». «Очень хочется на вас на полмиллиона штабовать». «Не получится, извините». «Получится». «В таком случае надо домой идти, не оборачивайся». «Ой-ой, зачем же так?» «Да нет, 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 нет». «Не можем погибнуть, мы ждем полицию». «Ну, я рада, мы укралечки». «Вы можете погибнуть». «Я не видела». «Вы не видите, у нас офиксировано. «Хотите, хотите, я покажу, как хотите. «Хотите, ничего». «Ничего». «А что, не хотите, мы не откроем помещение». «Если у вас черча есть ситуация, вызывайте МЧС. Давайте мы вызовем, хотите?» «Я хочу домой». «Ну что, уйдите?» «Я мама с него делю». «Я папа больной». «Мама, папа». «Мы сейчас закрываем все и уходим». «Уходите». «Вы не продавали его подростку». «Я вам покажу. Маш сотрудник с вами разговаривает». «Ну, вы же нас как бы пытаетесь отсюда. Вы даже не сказали, кто. «Нет, не можем, вы должны дождаться полицию, мы ее вызвали». «Вы ставили что-то?» «Во какая разница?» «Я представитель владельца здания». «Мы ночи здесь не будем, сидите с вами». «Вы что, без нас сидите же». «Вот именно». «У вас режим в области не будет?» «Нет, у нас режима никакого». «Конечно, у вас нет режима, вы 24 часа в сутки терроризируете». «Здравствуйте, что случилось?» «Случилась терроризация алкоголя несовершеннолетним». «Смотрите, вот я купил вот это пиво». «У нас все четыре кружки?» «Да, да, да». «Появление стражей порядка, впечатление на несговорчивую незнакомку не производит». «Видимо, не впервые документы с военной так и не показало, зато тщательно переписало все данные полицейских и категорически отказалось включать свет. Пришлось писать заявление и осматривать помещение при фонариках. Девушка, которая продала пиво, разумеется, давно сбежала». «У нас сообщение зарегистрировано, мы проверку проведем, мы найдем эту девушку, безусловно, она установлена». «Видеозапись мы готовы доставить». «Просто я не понимаю, кто-то женщина, честно, я просто не понимаю». «Она выключила свет здесь, начала нас отсюда выворять». «Он еще открыта подача свяжется с ориентатором, потому что проблема, что мы еще с ним сейчас свяжем». «Человеку нет в городе». «Вы понимаете, я взрослый человек, все остальные взрослые люди». «Еще раз если не можете?» «Давайте я свяжусь, мне бесплатно свет». «За что мне должно быть стыдно? Я... Что?» «Ну вы, наверное, взрослый человек, даже сами понимаете, за что надо быть стыдно». «Нет, что я должна думать? Ну вы объясните, если вы...» «То есть вам непонятно, за что?» «Мне непонятно, за что мне стыдно». «Все, ответ я свяжусь». «Понятно, что взывать к совести таких людей – дело неблагодарное. Зато, уверена, здесь прекрасно понимают язык штрафов. Одно дело, если накажут барменшу. Размер санкций до 50 тысяч. И совсем другое, если заведение в целом. Тут нужно будет раскошелиться до полумиллиона. А если такие проверки сделать регулярными, и не только по факту продажи спиртного подросткам, новый генерал Самарского УМВД Сергей Солодовников взял прекрасный курс на ликвидацию рюмушных. А это не просто рюмушные, это распивочные районного масштаба. Кстати, на рынке у «Кристалла» я насчитала еще как минимум два заведения помельче, но где тоже спаивает население круглые сутки. Какой простор для деятельности, не правда ли? Прошу считать эту передачу официальным обращением в полицию, в Роспотребнадзор и Департамент потребительского рынка. Здесь, на 22-м партсъезде, давно пора навести порядок. На сегодня пока все. Надеюсь на продолжение темы. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин